Александр Глебович, добрый день. Привет, уважаемый, привет. Я очень рад вас видеть, очень рад вас видеть. И сразу хочу с места в карьер. Скажите, пожалуйста, вы же Путина хорошо знаете лично, правильно? Ну, нельзя сказать, что очень хорошо. Не бывает людей, которые хорошо знают чипистов. Но, тем не менее, то, что называется, знал. Потому что не забывай, что он подвергся облучению, конечно, страшному в том реакторе власти, в котором он прожил последние 20 лет. И это существенным образом переделывает человека. Поэтому все то, что я знал, в принципе, можно списать. Тем не менее, вот вы его знали. Вы представляли этот психотип этого человека. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, почему он пошел войной на Украину? Такой полномасштабной войной. Ну, я понимаю, что в твоем вопросе закопан вопрос гораздо более резкий. Вопросом, что сумасшедший или нет. Вопрос, над которым сейчас бьются очень многие. Которым очень многим не дает покоя. И когда я, например, говорю, сумасшедший, то мне говорят, ну смотри, но он же ни разу не кусил Шойгу за нос. Он не ест козявки. Он не кидается стаканами и не прячется под столом. У него нет проявлений. Я говорю, нет, подождите. Давайте я вам объясню, что имея совершенно здоровый мозг с вполне здоровыми электрохимическими процессами в этом мозгу, можно, в общем, не, ну скажем так, забыть об адекватности. Смотри, вот я тебе приведу простой пример. Ты видишь перед собой человека, который кирпичом или большим камнем раскалывает отрезанную голову своего папы, оттуда достает специальной костяной ложкой мозг и ест его. Этот человек, с твоей точки зрения, психически нормален? Ну нет, конечно. Так, стоп. Ты видишь другого человека, который убежден, что эпилепсию надо лечить, натираясь фаршем, сделанным из альбиноса. В Эфиопии альбиносы огромная редкость. Детей похищают, как правило, убивают и натирают больных фаршем, который из них сделан. Тот лекарь, который убил осветленного мальчика, сделан из него фарш и натирает другого человека. С твоей точки зрения, здоровый или больной? Нет, конечно, больной. Ну вот я тебя должен огорчить, потому что с точки зрения любого Эфиопа, с точки зрения представителя любой культуры Новой Гвинеи, племени Форре, например, и тот, кто ест мозг своего отца, получает знания, опыт, представление о жизни. И тот, кто делает фарш из альбиноса, это тоже абсолютно здоровые люди. Более того, если мы попробуем воздействовать на их мозг каким-то простым средством, типа хлоропровозина, мы увидим, что у них вполне естественные, привычные клинические проявления. То есть мы видим здоровый мозг, мы видим идеи, идея того, что съедение мозга – это обязательно и это прибавляет мудрости. Идея того, что мясо человека, альбиноса целебно – это идеи. Этими людьми, которые показались тебе сумасшедшими, этими здоровыми с точки зрения клинического обследования людьми управляют бредовые идеи. Такая же история примерно с Владимиром Владимировичем. Имея вероятный, интактный, то есть не поврежденный в электрохимическом смысле мозг с нормальной реакторикой, он находится во власти абсолютно шизофренических идей. Потому что идея всемирного господства, русского мира, превосходства русской культуры или нации, торжества с помощью оружия – это настолько же бредовые идеи, как и идея, например, поедения мозга своего отца, или идея натирания фаршем из альбиноса. Мы недооцениваем того, что мировоззрение человека может быть выстроено из совершенно шизофренических, с нашей точки зрения, с точки зрения цивилизации, просвещения Европы, всего передового, из идей, которые являются абсолютно шизофреническими. И вот у Путина именно эта история. То есть не кусая шойму за нос и не грызя стол, не пуская по нему пену, тем не менее он одержим совершенно бредовыми идеями, которые пересилили в нем ту адекватность, которая была изначально в нем, как в цивилизованном человеке. Имеем ли мы право назвать его сумасшедшим? Да, потому что он некритично воспринял бредовые иррациональные идеи так называемых философов, того же самого Пердяева, того же самого Ильбина, масса этих завшивленных, дремучих старцев, которые объясняют, что спасение только в свинстве, в противодействии прогрессу, в лаптях, в овшах, в грязи, в помойке. Но именно это дает духовное величие. Мы видим, что там, потому что что ты смеешься, Гордон? В Индии целые секты, целые секты существуют, жрецов, которые жрут человеческое мясо тухлое, лавливая его из ганга, которые не умуются по 80 лет, которые ищут просветление. Почти все иррациональные идеи, воспринятые всерьез, приводят к Харькову, приводят к Мариуполю, приводят к Освенциму, приводят к Нюрнумерскому процессу. И таких идиотов мы видели за историю человечества очень много, потому что даже тот же самый Тимур, даже тот же самый Чингисхан, все остальные бредуны, завоеватели, они же руководствовались идеологией, идеями, отравленными и патологическими. В какой момент произошло отравление слабого мозга Владимира Владимировича? Вот этими патологическими предовыми идеями, иррациональными, которые вынудили его сочинить, блядь, сочинить нацистов на Украине. Хоть бы что-нибудь более правдоподобное, хоть то, что там вы наполовину марсиане и захвачены давно планетой Марс. Хоть что-нибудь более правдоподобное, что вы там все наркоманы, и поэтому вас надо бомбить. Вот мы, я думаю, можем на этом простом примере, которому мы благодарны за фору, это многое гвинеи, это со скаломанием головы отца. Это, кстати, выяснилось интересным образом, потому что есть такая болезнь, вопричная энцефалопатия, которая передается при поедении мозга больного человека, только за счет этого болезнь была открыта. И благодарны, наверное, эфиопским дегенератам, которые делают фаршизмальчиков. Поэтому мы имеем представление о том, что да, Владимиром Владимировичем владеют токсичные, бредовые, шизофренические идеи. Является ли он сумасшедшим? Большой вопрос. Является ли он носителем бредовых идей? Является ли он идиотом? Я задам следующий вопрос. Нет, это не дает бытовой идиотии. Человек находит выход из комнаты, правильно обращается с салонкой, может поймать карандаш, проводит заседание Совета безопасности. Вот как бы бытовая идиотия не переходит. Нет, но его главные, глобальные магистральные действия в его жизни использование своих возможностей, как правило, вот идиотично, как правило, преступно. Потому что ведь совершенно не важно, что ты делаешь, бомбишь ты Харьков, или ты счастлив при виде того, как прикованная к столбу в костре женщина, беременная, лопается, и из нее выпадает плод, а вокруг стоят тысячи человек, которые этому рукоплещут. Ведь ты подумаешь, что были на Земле периоды, когда эти идеи заставляли жечь людей, жильем это вызывало колоссальное общественное одобрение. Поэтому говорить об идиотии строго мы не можем. Мы можем говорить о том, что человек находится во власти бредовых идей. Это хуже, чем шизофрения. Потому что, да, хуже. Мы властны над очень многими психическими болезнями благодаря фармакологии. Но мы абсолютно бессильны, когда мы имеем дело с бредовыми идеями. Александр Глебович, вы сейчас вспомнили о том, что Путин проводит заседание Совета безопасности. Я посмотрел прямую... Не прямую, кстати. Они говорили, что прямую, россияне, но это не прямая трансляция. Заседание Совета безопасности, которое... Совет безопасности давал добро на... Да, да, да. Слушайте, вы же этих людей лично знаете, большинство из этих людей. Какое унылое зрелище. Я-то думал, что Россию управляют, наверное, очень умные люди. А это же стадо баранов. Нет, я думаю, что стадо баранов это абсолютно незаслуженный комплимент. Вы, вероятно, очень плохо знаете баранов и плохо о них думаете. Эти существа в своей деградации опустились не то, что ниже баранов. Я не могу найти в зоологии аналог столь преступного и позорного поведения. Ну, понимаешь, но ведь не забывай, что там присутствовали практически все те люди, которые спаяны диким страхом. Они понимают, что Путин – это не только карающая их лично рука при случае. Путин – это некая, ну, абсолютная сила, частью которой являются и они сами. Не будет Путина. От них останутся маленькие грязные лужицы. Они никто. Они не интеллектуальны. У них нет опыта. Они неинтересны абсолютно. Они ничего собой не представляют. Даже Дмитрий Медведев? Ну, Дмитрий Медведев в особенности, скажем так. Потому что Дмитрий Медведев оказался особенно опасным в своем холуйстве. Он переходит все границы холуйства. Если, например, там, где мы говорим об Оскрыкине или о прокуроре Краснове, мы говорим об исключительно трусливых людях. Потому что люди, которые всерьез употребляли слово «закон» и говорили о священности закона, обязаны были бы возбудиться по 353-й на Владимира Владимировича за разжигание агрессивной войны и заведение агрессивной войны. От того, что «ах, какая хитрость! Мы не будем говорить, что это война, мы скажем, что это спецоперация». Ну, блин, от того, что насильник, мне говорит, что он не насиловал, а совершал серию фрикций, от этого суть криминального события абсолютно не меняется. И прокуратура, и Следственный комитет обязаны были бы сблизить уголовные хотя бы административку. Когда им в эфире чеченцы ухмеляются, говорят, что они будут отрезать такому-то голову, ну, хотя бы штрафик вы им выпишите, хотя бы полторы тысячи, чтобы... Страшно было. Страшно. Страшно. А не страшно потакать. Знаешь, мы говорим об огромном количестве, когда мы говорим о так называемых правоохранителях, это лакеи в погонах. И когда мы говорим о всех остальных, кто присутствовал на этом позорном садбизе... Матвейенко, гражданка, бывшая гражданка, уроженка Украины. Слушайте, позор какой тоже. Ну, слушай, она... Мы ее... Я из Питера ее лично сдавал в Москву. Она еще была нормальная тетка. Веселая, нормальная тетка с абсолютно человеческими реакциями. Но она понимает, что для того, чтобы спокойно себя чувствовать рядом с сумасшедшим диктатором, надо прикидываться шизофреничкой. И у нее, надо сказать, раз от раза получается все лучше и лучше. Ты уже видел ее заявление о том, что... Да. Да, да. Что необходимо прекратить войну, которую Киев развязал против Украины. Понимаешь, это уже просто. Им действительно надо переписывать учебники психиатрии, по идее. Потому что любому человеку бросится в глаза несоответствие того, что они говорят с психиатрической реальностью. Их это не смущает. Они живут в своем замкнутом, волшебном, кремлевском пузыре. Они поклоняются вот этой вот силе Путина, которую они для себя придумали. Они не видят, что Владимир Владимирович, к сожалению, профнепригоден как президент. Ну, понимаешь, не может быть профпригодным человек, которого могут обвести вокруг пальца три вороватых дурака, рассказав ему, знаешь, Вова, блин, у нас армия, мы порвем всех. И он верит. Ему не приходит в голову, что надо проверить и выяснить, что армии-то нет. Нет. Как ее не было. Вот как она сидит, что уже с торчащими проводками, перекрашенном сто раз железном говне, который вынули из черноземов Чечни. Это те же самые бетры, я узнаю, это те же самые танки, все то же самое говно. Прибавилось несколько ракет ценой невероятных усилий. Ради того, чтобы сделать несколько ракет, они обобрали всю страну на протяжении 20 лет, культивируя нищету в провинциях. Если бы он, действительно, занимался бы Россией эти годы, то Россия была бы настолько привлекательна, что Украина, может быть, сама начала посмотреть в свою сторону. Нет, нет. Они свои чувства к Украине готовы реализовывать только через изнасилование, только через кровь, боль, схватку, муку для всех и трагический исход для себя. Ну, вот мы поговорили о соратниках Путина, об этом заседании позорном Совета Безопасности. Ну, а что же Россия, Александр Глебович? Что же эти 140 с лишним миллионов людей? Они так оболванены Соловьевым, они не понимают, что происходит? Почему к матерям гробы идут уже массово, а они молчат, не выходят на улицы? Почему люди вообще не реагируют на этот кошмар? Слушай, по моим подсчетам, потому что я хорошо знаю реальные цифры, сколько платят пропагандонам, причем не только тем, которых ты видишь и которые вызывают там, которые стали уже абсолютным символом дебилизма, символом продажности, сумасшествия. То есть мы говорим даже не о Соловьеве, мы говорим о тысячах, АО, ОО, которые существуют по всей России, которые жрут деньги, которые без конца заняты то полосатыми ленточками, то буквы ЗЮ, которые устраивают формальные мероприятия с флагами. Тем не менее, это в какой-то степени работает. Вот смотри, вот ты сейчас, у тебя что на ногах? На ногах кроссовки. Кроссовки. Даю голову на отсечение, что ты не сам их себе шил. Нет, конечно. Не сам. То есть ты доверился производителю кроссовок, одел их на ноги. Вот точно так же у множества простых людей, которые вкалывают в шахтах, у компьютеров, в магазинах, в торговле, за баранкой, они доверяют изготовить мнение кому-то. Они не могут сами сделать свое мнение. Мнение – это серьезная, тяжелая работа, это знакомство с источниками, это интеллектуальный труд, это мастерство мышления, это серьезная вещь. И это доверяется изготовлению мнения. То есть они берут мнение этих тварей точно так же, как ты берешь кроссовки, только потому, что у них нет, да и не может быть никакого своего мнения. На протяжении 20 лет, если ты заметил, вот это уничтожение свободы слова, уничтожение прессы, взаимеогенчивание, бесконечные штрафы, бесконечные суды, бесконечные посадки, это избавило их от всякой конкуренции. Вся мысль была загнана в несколько небольших резерваций, типа Эхо Москвы. И всем было остальным объяснено, что вообще, знаете, вот эта вот какая-то там мерзкая интеллигенция, там забавляется что-то, говоря на своем птичьем языке между собой, то есть эти уроды щебечут, нас это все не интересует. Поэтому не было ни единого противоядия. Предложено, если ты обратишь внимание, ни один федеральный канал, кроме специально выученных в лабораториях, выращенных коммункулусов, которые изображали оппозиционеров, никогда не предлагал ни одной альтернативной точки зрения. Конечно, они добились своего, потому что человек примитивная тварь. И более того, он тяжело нагруженный своей жизнью и своим выживанием, своими ипотеками, детьми, своей униженностью перед властью. Они взяли эти мнения, как основополагающие, а потом выяснили, что им очень комфортно с этими мнениями. Потому что возвращение в пещеру, человек всегда о нем мечтает. На самом деле, человеку очень некомфортно пошли. Очень, да, 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 для этого существует, именно для этого, для того, чтобы вернуться в это состояние, существуют наркотики. Для этого существует алкоголь. Для этого существует масса факторов, которые называются как факторы, вызывающие ИСС, измененное состояние сознания. Поэтому, конечно, когда кто-то берется, именно благодаря этому выжили и расцвели в мире религии. Потому что всегда, когда человека избавляют от необходимости мыслить, понимаешь, мы же все абсолютно не самостоятельны. И я точно так же вторичен. Я точно так же из чего-то сделан. Но я там, предположим, сделан из Сеченова, Бернала, Павлова, из, в какой-то степени, из Монтэня и Ламетри. Ну, а кто-то сделан из вот того пропагандистского дерьма. Он тоже сделан, как и я сделан. Мы все вторичны. Вопрос в том, из чего мы сделаны. Ну, я вам тогда задам другой вопрос. Для меня очевидно, что Путин, вся эта банда его клика, они виноваты. А Россия виновата? Понимаешь, к сожалению, Россию обвинить невозможно. Мы сейчас не обладаем тем инструментарием, который позволил бы нам с уверенностью отделить подлинную шизофрению, подлинное одобрение убийства детей в Мариуполе или бомбежки Киева от страха. Ведь, если мы посмотрим сейчас те замечательные совершенно каналы, в которых энтузиасты собирают рожи всех тех, кто кричит про войну, про Донбасс, про 8 лет, хотя, я уже миллион раз говорил, я устал повторять, для того, чтобы, если так хотелось отрегулировать Донбасс, вводить миротворцев европейских, все, вопрос закрыт, больше ни единого выстрела, ни одной царапины, ни одного даже фингала под глазом не будет у тех сторон, которые не могут договориться об этом Донбассе, но, тем не менее, всегда вот миротворцам блокировала именно российская сторона. Моя любимая Валентина Мунилановна говорила, это нелогично, это нелогично вводить туда миротворцев, конечно, они столько денег влили, чтобы организовать язву кнойную, кровоточивую, они столько усилий приложили, чтобы в боку Украины была эта дыра, через которую можно залезть в ее организм. И теперь, конечно, миротворцы это нелогично, ее можно понять, Валентина Ивановна еще была, она еще не так умело маскировалась под шизофреничку. Ну, не смейся, не смейся, Гордон, действительно, вот, чтобы уютно чувствовать себя при дворе Путина, лучше всего иметь какой-нибудь тяжелый диагноз. Тогда он начинает приноситься с давилием. То есть, Россию виноватой мы считать не будем? Я имею в виду россиян, которые голосовали за Путина и за всех остальных. Россиян, которые молчат сегодня и убивают детей в Украине. О ком мы говорим? Эти люди в их профессиональные и человеческие обязанности не входит обязанность мыслить. Совершенно нельзя от них этого требовать. Для этого существует тот один или два процента нации, которая берет на себя этот труд, который на самом деле, по сути, ничем не отличается от любого другого труда. От копки канав, от прививки деревьев, от пошива обуви или от вождения газели. Это тоже ремесло. Мышление, интеллектуальная деятельность, ремесло, которому учатся. И мы не можем к этим детям, по сути, которых обманули, ведь их обманули. Я вижу, что поскольку я в хороших отношениях с очень многими создателями этих вот каналов, в которых собираются все вот эти физиономии, рожи, призывы, мне рассказывают, какие сумасшедшие деньги предлагают им за то, чтобы изъять свою фотографию из этого страшного списка. они не только предлагают деньги, они плачут по скайпу или телеграму, они объясняют, что у них миллион житейских проблем, что их выгонят с работы, что их мама не получит лечение, что их выкинут на улицу. мы сейчас не можем. Понятное дело, что им всем уже стало страшно. Они сейчас в социальных сетях зачищают свои зю, зачищают свои призывы, они, ну, понимаешь, все равно у меня рука не поднимается на людей, которые избрали своей судьбой тяжелый ручной или офисный труд, которые не обязаны понимать, которые должны взять понимание от меня или от любого другого профессионала в этой области. Я, тем менее, то есть я вот этот вот брезгливый ужас, который охватывает любого нормального человека, когда ну, идет бабка, тетка без трех зубов с овоськами, ну, суют ей микрофон под нос, вот, расскажите нам про войну в Украине, да, правильно говорит, тетка, но не поднимается у меня рука назвать ее преступницей, потому что она не обязана разбираться, за нее это должен был сделать кто-то другой, ей обязаны были предложить этот вариант, возможно, она выбрала бы вариант светлый, вариант ясный, вариант человеческий и цивилизованный, но ей 20 лет, 20 лет к нему, к этому выбору был абсолютно перекрыт подход, они опомнятся, они опомнятся, они поймут, что их обманули, они еще этих идиотов, которые загринали и призывали и восторгались войной, они их еще отлавливать и рвать с ног ски будут, Александр Глебович, вы знаете, очень мало людей есть у меня в жизни, с кем хочется откровенно поговорить, вы один из них, вы для меня, вы знаете, это кумир в журналистике и я хочу вам какие-то такие откровенные вещи сказать, поразительно, больше месяца уже, я понимаю, что все, что происходит, это как бы не со мной, это даже не дурной сон, это еще хуже, но кто мог представить, что российская армия будет бомбить роддома, дома престарелых, школы, детские садики, убивать младенцев, детей, стариков, женщин насиловать, это настолько, это фантасмагория какая-то, об этом даже писатели фантасты, по-моему, не писали, скажите, пожалуйста. В протяжении многих лет об опасности этого говорил я, говорил, что преступная идеология, преступная иррациональная идеология, которая, по сути дела, является фашизмом, потому что не важно, какой крестик на фашизме, восьмиконечный православный, или это четырехконечная свастика, или это трехконечный ангд древне-гипетский, какая разница, мы все равно говорим об чудовищной идеологии, и мы знаем, что эта идеология, которой много веков жила Россия, постоянно провоцировала ее только на захваты, только на убийства, только на погромы, только на оккупацию всех своих соседей. Скажите, пожалуйста, а как с этим жить, миллионам людей, которые сейчас оказались в этой страшной мясорубке, как жить дальше? Ну вот, спросите вам в Мариуполе, как с этим жить, плохо с этим жить, плохо с этим жить, и главное, что никуда не деться от трансляторов всего этого бреда, от великой русской культуры, которая заражена и которая разносит все равно этот яд державности, этот яд необходимости пожертвовать любым человеком ради непонятных интересов государства. Да, это основа идеологии. Это основа всей идеологии. Там какой-нибудь Пушкин пишет или мало нас от Перми до Таврии и о щетине со штыками земля, он же не понимает, какое количество трупов должно лечь за этими строчками. И когда Достоевский пишет, что вот буди-гуди, сей народ богоносец, а все остальные говно, он же обязан тоже понимать, что это трансляция фашизма. Путинский фашизм это редко уникальная форма фашизма. Это фашизм разворованный. В процессе фашизации фашизма он был разворован. Благодаря этому вы сейчас погоните их из-под Киева, со всей территории Украины. Это фашизм, который разворовал сам себя. То, что никогда понятно, что там идеалы Владимира Владимировича в лице. Потрясающая формулировка. Фашизм, который разворовал сам себя. Гениально. Да, так я тебе могу сказать, вот когда им сейчас понятно станет, что на Украине им ловить нечего, когда их окончательно выпрут, когда надо будет на ком-то вымещать злобу за свое поражение, они, значит, погонят в верную интеллигенцию, судя по всему, в лагеря. И тут я тебе могу сказать, там все будет нормально, там будет означено в документах все влаги, например, пригонят две тысячи интеллигентов, которые, может быть, даже и ничего не говорили про войну, но у них, понимаешь, очки, у них портфельчики, они какие-то умные слова говорят, вот пригнали их, выясняется, колючую проволоку, украли, продали китайцам, столбы, столбы, ограждения по периметру, судя по всему, отправили контрабанды в Бельгию, бараки не построены, ничего не сделали, то есть они даже в этом, ведь путинский фашизм, он непрерывно продолжает ворвать, и это единственное, кстати говоря, что в нем есть хорошего, потому что это единственное, что бредовую идею стать директором вселенной, которая там теплится в голове старого чекиста, делает, скажем так, позорный, смешной и абсолютно неосуществимый. А скажите, пожалуйста, вот когда вы смотрите на подвиги украинцев, когда вы видите Мариуполь, который удерживает столько Азов, когда вы видите Чернигов, который... Не только Азов, там Азов и герои, безусловно, мы еще поговорим про Азов, но там, я знаю, есть еще парочка подразделений, но основная основная слава за Мариуполь, конечно, это слава Азова. Когда мы видим Чернигов, который сопротивляется без света, без тепла, без воды, это вообще фантастические примеры, и люди стоят и не уходят. Что вы думаете об этом? Я думаю, что я в данной ситуации дурак, потому что я ведь всегда очень жестко относился к любой разновидности патриотизма, и для меня это всегда было, в общем, не самым лучшим свойством человека, но я понимаю, что в некоторых ситуациях он является великой, исцеляющей и одновременно и оттворяющей силой. Я ведь довольно близко познакомился с ребятами из Азова, которых называют нацистами. Ты знаешь, я тебе могу сказать, мне тут же немедленно хлынули в телеграмму в личку какие-то видео с какими-то картинками, с какими-то путешествиями, с какой-то символикой, с какими-то заявлениями этих ребят, которые были несколько лет назад. Да мне дела нет до того, что было до войны. Все аннулировано, реальность наша началась в феврале месяце 24-го числа. И только в этой реальности мы узнали, кто есть кто. Потому что никогда по ритуалам, символике, по театрализованным действиям, по риторике ничего нельзя сказать и судить. Только дела. И я-то знаю, что Азов, который называют нацистами, помимо воинского героизма, вот как Азов выводит детей из-под обстрела встают кольцом в середине дети и выходят, подставляя себя. И это нацисты нет. Они работают, как я понимаю, еще и спасателями практическими, потому что МЧС перебито, МЧС в Мариуполе достаточно, ну, скажем так, никогда не было особо сильной структуры. И именно Азов рискуя собой, потому что все эти бетонные глыбища, плиты, завалившиеся друг на друга, их некому их страховать тросами и кранами, как это обычно делается при разборе завалов. Ни один нормальный спасатель не полезет под бетонные плиты, если верхние плиты не зафиксированы тросами и не прицеплены к кранам. Эти, блин, лезут. Так кто нацисты? Александр Глебович, чем закончится, на ваш взгляд, эта безумная война? Слушай, я с самого начала сказал давным-давно, что эта война закончится победой Украины. Она закончится сломом диктаторского режима Путина, потому что диктатором можно все. Все можно. Можно золотить ногти на ногах, как это делал Бакаса. Можно да, который ел своих политических оппонентов. А вот это правильно. Да, ну вот, кстати, я не знаю, правильно и неправильно. Я удивляюсь, что никто Владимир Владимирович не подал. Эта мысль, он человек впечатлительный, и он мог решить, что это возможно действительно лучший способ борьбы с оппозицией. И тогда бы полдник украсила бы печень Навального, например. И ты знаешь, ты улыбаешься, а мы бы все уже не удивились. И весь мир бы тоже уже не удивился. война закончится. подожди, я потерял нить. Мы говорили о том, чем война закончится. Война закончится победой Украины и крушением путинского режима. Это если кратко. Назвать по датам, по часам я не могу, потому что постоянно примешиваются новые факторы. но эти все новые факторы из разряда ожидаемых. И точно так же, как я, ваш покорный слуга, предсказал фантастический героизм украинской армии, еще когда эта война оказалась мифом и невзоровской фантазией, точно так же я предсказываю, что будет и крушение, будет и крушение режима, будет и победа Украины. А какое будущее ждет Путина на ваш взгляд? Трагическое. Трагическое. Ну, вот какое? А вот не знаю я, не понимаю, честно говоря, потому что гадать не люблю, я умею, вот у меня принцип совершенно другой, есть ряд фактов, и я обязан сделать из них единственно возможный вывод. Но мне необходим этот ряд фактов. И необходимо, чтобы они находились в очень живой динамике и в постоянных соотношениях друг с другом. То есть не так важна фактура, как их последователь. Ну, хорошо. Вы хорошо знаете российский эстеблишмент политический. Вы были депутатом Государственной Думы четыре раза, да? Да. 16 лет? Или скоблик там? Ну, это вообще не надо всерьез воспринимать, потому что я там был, по-моему, четыре раза. По одному разу на САЗы. Да, примерно. Я вообще выбирали меня, я не тратил на это ни копейки. Это все было, скажем так, в рамках той сумасшедшей популярности, которая у меня была на тот период в России. плюс, и тогда, тогда, единственное, что меня оправдывает, нафига я вообще в это все лез. Я ведь и тогда ухитрялся все равно быть совершенно нестерпимым. да, 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 и этот депутатский мандат был для меня на самом деле просто щитом для моей тогда журналистской работы. Он мне очень много позволял, и он очень много раз меня вручал, так что я не хочу уж совсем говорить про то, что совсем был бред. Но когда закончилось, когда закончилось это, прошу прощения, пойми меня, правильное это слово, я употребляю не так, как тебе послышится, когда закончилась эта одномандатность и наступила многопартийность, я сказал мне, знаете, ребята, я вот за свою жизнь один раз только был в партии. Знаешь, в какой? Нет. Это была партия басов в хоре Никольского собора. Ни в каких других партиях я никогда не состоял, не состою, я вообще абсолютно сам по себе, как ты видишь, я даже из российской так называемой оппозиции не сильно дружу и не сильно контактирую. У меня там нет близких людей или реальных единомышленников. Я не участвую в их акциях. Обычно объясняю, что, знаете, я не участвую в мирном процессе. Но я не случайно вас спросил о Думе. Дума, думай, ладно, вы же хорошо знаете весь этот эстеблишмент российский. Скажите, пожалуйста, способны, на ваш взгляд, наиболее решительные ребята из близкого окружения Путина прийти к нему однажды и сказать, Вова, все пошло не так, хватит. Нет, нет. Насколько я знаю, нет, но вот знаешь, как тот волшебник, который доводит тебя до границ безумного леса и говорит, что дальше ты идешь сам. Я не знаю, я не могу здесь. Я очень серьезно порой отношусь к своим словам. Меня научила эта война. когда к своему глубочайшему разочарованию я оказался на стороне добра. Когда я вынужден был предать свои идеалы продажности, бессовестности, цинизма и пофигизма. так вышло, я считаю, что это очень несправедливо. Судьба могла бы избрать кого-нибудь другого, а я бы дальше чувствовал себя великолепным в качестве мерзавца. Но вот так вышло, что эта война стала и моей войной. Плюс у Российской Федерации хватило тупости объявить войну не только Украине, но еще и мне. Единственный звонок, который я сделал после этого объявления мне уголовного дела, это был Датис этот звонок в очень высокую приумную, где я объяснил, что, ребят, вы мудаки и войну со мной, вы проиграете точно так же, как вы проиграете войну с Украиной. Почему я это говорю с уверенностью? Потому что их идеология, их идеологемы это такое же устаревшее с торчащими проводами сто раз перекрашенное говно. невыдерживающие джавелинов, которые идут отсюда. Понимаешь, да? Да. Невыдерживающие прямого попадания и даже кривого. Все, что они могут предложить, все, что они могут влить в уши, это, в общем, очень устарелая, скучная, казенная говно. которая давно уже не котируется. Не свежая даже говно. Совершенно верно. Поэтому, ну, знаешь, я не знаю, тут может быть есть какие-то гурманы, которые предпочитают свежее говно или не свежему говно. Да, нет, нет. Я думаю, что они эту идеологическую войну тоже проиграют. Ладно, ладно, там у вас колоссальная беда и величайшая драма 21 века, но с ней разберутся трибуналы. А меня, извините, разлучили с моей собакой и закрыли мой интернет-магазин. После этого я обязан добить, блин, этот тяжелый. Александр Глебович, личный совет хочу спросить у вас. Следственный комитет Российской Федерации открыл против меня уголовное дело сразу по трем статьям по требованию Бастрыкина. Должны объявить международный розыск. Скажите, пожалуйста. не могут, не в состоянии, потому что сейчас Интерпол не принимает политически мотивированных дел. Ага, хорошо. Это можно было запросить полицию или прокурату той или иной страны напрямую и через Интерпол начинались какие-то процессуальные события. Сейчас существует центральный офис Интерпола, где есть специальный отдел, в котором производится сегрегация отделения политически мотивированных дел от неполитических. И все, что касается России, они же понимают, что в России нет прокуратуры, нет Следственного комитета, есть лакеи в погонах. Что все дела в отношении журналистов это политически мотивированные дела. Я просто имел беседу с Интерпол недавно. Меня я могу сказать совершенно люди внезапно, которых я никогда не думал, что я буду дружить или беседовать, с такой нежностью, с такой теплотой отнеслись. Но я просто не знаю, что мне делать после открытия уголовного дела. Повеситься и застрелиться. Что вы посоветуете? Я посоветую встать во весь рост и громко отчетливо произнести «Русский военный корабль иди нахуй!» Слово «корабль» можно заменить на Следственный комитет России. Русский военный следственный комитет. Иди нахуй! Вот так и сделать. И ничего другого не предполагается. еще извинятся при миломо. Просто наберись терпения. Потому что ведь не забывай, что смена режима приведет к неминуемой ротации руководства. Там есть ребята абсолютно современные и, более того, вот эти которые чокнуты на этом законе, которые действительно пришли служить закону. А они видят, что вместо служения закона их бросили на обслуживание диктатур. И я подозреваю, что там еще будут силы, вот когда все начнет заваливаться и разрушаться, там будут еще серьезные большие притурбации. Но я как бы, ты же понимаешь, у меня всегда с благоразумием было очень плохо. Ну и тут коль споры объявили мне войну, я вызов принял. Вы сейчас в безопасности? Ну да, настолько мы все можем быть в безопасности сейчас, да, я тебе говорю, что множество людей, от которых я никак не ожидал ни помощи, ни поддержки, я действительно оказался как бы, грубо говоря, за пределами страны, не имея возможности вернуться абсолютно в чистом поле, просто вообще без одежды наверняка. Да, мы ехали на три дня в Израиль дать лекцию, сожрать с Белковским креветок и вернуться. Никаких намерений, куда бы то ни было бежать сквозь моглу и скрываться у нас не было, просто потому что на тот момент это казалось неактуальным, но я предполагал, что наше соглашение я когда-то вам не устраиваю государственный переворот и никак не использую свои ну, скажем так, потенциалы, как они любят выражаться, это идиотское выражение, но они его употребляют там харизматическое, никак не использую, а вы не мешаете мне работать и не суете свои поганые трусливые носы в мою профессию. Я говорю то, что считаю нужным. Хорошо, я буду помягче чуть-чуть, хорошо, я не буду говорить всего, что я об осмудоках думаю, пожалуйста, просто потому, что, ну, мне это и не очень интересно, но анализировать я буду так, как я считаю. и они очень долгое время вели себя прилично, потому, что понимали, что со мной вообще беседовать невозможно. Вот так вот ты представь себе в роли ответственного государственного чиновника, который пробует поговорить с невзором, о чем-то, всерьез. Во-первых, он понимает, что он в любую минуту будет послан нахуй, за тем, что этот орган, куда он будет послан, будет не просто стандартным, да, а это будет некое страшное чудовище, куда ему придется в результате последоваться. Плюс я все умею превратить в балаган, и к ним я вообще не отношусь и я поразился, кстати, откуда вы набрали в государственную структуру людей и ярких, и мыслящих. У нас же такого действительно нет. Это же все правда. Свободная страна. Это правда ожившее кладбище, где бродят, теряя остатки кожи и одежды зомби, которые пытаются коснуться друг друга, которые абсолютно ни на что не пригодны и ни к чему не способны. Они еще сохранили способность воровать. Но это единственное, что они умели, что они умеют, но это у них по-моему и посмертно тоже сохраняется. Михаил Михайлович Жванецкий мне рассказывал, как он ушел однажды по привозу и продавец ему говорит, Миша, ну ты скажи хорошо будет? Жванецкий сказал, хорошо уже было. Скажите, пожалуйста, хорошо будет? Вам? Украине? Да. Вы будете, это я абсолютно с уверенностью могу сказать, Украина будет в течение долгого времени самой популярной страной мира. Она ею уже стала самой популярной страной мира, потому что ты там сидишь и не понимаешь до какой степени единодушен мир в понимании вашей трагедии и в преклонении перед вашим мужеством. Это тотально. Это не всегда, скажем так, с учетом всех нюансов производится, но то, что Украина признается, во-первых, Европой, признается свободной страной, свободной безупречно, и вместе с тем в ней есть то, чего нет ни в каких Голландиях. Есть мужество. Есть я подозреваю, но и в Голландии их есть. Оно просто Голландия далековато от России и туда еще не прилетала ни одна путинская ракета. Прилетит сразу эти штуки мгновенно мобилизует мужество. Но, тем не менее, Европа считает себя расслабленной, считает себя избыточно толерантной, повернутой там на теме гомосексуализма, расизма, антирасизма. А на самом деле, конечно, сейчас Украина показывает, что вот этот характер свободного человека, вот он, вот он здесь. Так за что вас Путин-то мочит? Не за то, что ему мерещатся нацисты. До него наконец, до чекистов долго доходит, до него наконец дошло, что в Украине случилась революция. Что в Украине показали, создали прецедент того, что диктатора можно взять и сломать об коленку. Что вы опаснейший сосед. Он, может быть, надеялся, что вы затонете в коррупционном говне, что вас разберут на детали соседи, что вы сами станете, скажем так, подобием, продолжением того совка, что железо вспомнит свою форму и вернется, как нигелит титана нагрет и возвращается в свою форму. он надеялся, но потом он стал понимать, что вот с приходом Зеленского, когда появился человек, которого на тот момент мало кто, кроме его избирателей, воспринимал всерьез, и который оказался великим военным вождем, до Зеленского у Путина еще были иллюзия. Но когда эти иллюзии закончились, началась война. И это была контрреволюция Путина. Это была его месть. Александр Глебович, я хочу сказать вам спасибо не только за это интервью, но и за то, что в тяжелейших условиях российской реальности вы остались человеком. Ой, мне вот это совершенно не нравится. Вот я могу сказать, я от этого факта не то, что не в восторге. Ты вот, слушай, я всегда был самым продажным, самым плохим, самым безнравственным, самым, я вообще всегда воплощении всей гадости, которая только существует. И мне вот эта нынешняя навязанная судьбой роль абсолютно не нравится. у вас будет возможность вернуться к истокам. Я надеюсь, но это, дорогой мой, уже после войны. И эта война, если скажу, она ведь другое дело, что она, конечно, безумно мешает работать, потому что в голове нет ничего кроме войны, но и вместе с тем она меня наделила, обогатила, напитала необыкновенным опытом. Во-первых, она лишила меня трех четверти знакомых, потому что вот я этой сегрегацией не занимаюсь. Кто там боится, кто, у кого ипотека, у кого ребенок. А перестали звонить, когда над вами зашевелилось все, да? Вот те, кто звонили всегда, а те, кто не звонил никогда, начали. Да. А я ведь у меня вот просто поддерживаю, че, зю, слава, это сама, хочешь войны, оправдываешь спецоперацию, все, нахуй, я больше тебя не знаю и никогда не вспомню. У меня нет времени заниматься сегрегацией, к тому же я, слушай, я в последние три или четыре года каждый эфир эхо Москвы дерзко заканчивал словами слава Украине, показывая им, что, а я ничего не скрываю, я понимаю, где здесь добро, где здесь зло, где здесь реальный нацизм. Нацизм это не нашивочки, нацизм это бомбить роддом. Да. Это и война, конечно, показала, кто есть, кто и что и что там. Только один раз, по-моему, я сделал исключение и уговорил своего старого товарища, которому я был очень обязан по крайней мере не делать никаких публичных заявлений и промолчать, потому что вот эта вся поддержка войны, она, конечно, дико дорого обойдется этим поддержаться. И люди будут заклеймены на всю жизнь и во всем мире. А вот эти вот ребята там, я не знаю, Машков, Безруков, Певцов, Расторгуев, они понимают это все или нет? Просто идиоты. Мы опять-таки касаемся того самого первоначального вопроса о том, что есть люди в круг обязанностей, которых не входит мышление как таковое. Почему ты считаешь, что артист, у которого работа, повторять чужие слова, написанные для него сценаристов, что артист может иметь какое-то собственное мнение по какому-то поводу. Просто в головы одних артистов крепче попадает что-то хорошее, а в головы других артистов крепче попадает что-то другое. Я не могу воспринимать артиста всерьез вообще, просто в принципе. Он для меня это издаватель звуков, это демонстратор жестов, движений, подпрыгиваний, но меня совершенно не интересуют мысли артисты. Александр Глебович, спасибо вам большое. Да, дорогой. Да. За все спасибо. Спасибо. Ну, слава Украине. Героям слава. Что я тебя попросил включить запись, забыл, да, мне пишут очень многие люди, узнал, да, своеобразной роли, в которой я сейчас пребываю, волейбеглого каточника, который оказался посреди мира, в общем, и вынужден начинать жизнь с чистого листа. Чудесные приходят письма с Украины, пишут, летом, если не будет денег, есть место в селе, продукты найдем, если некуда, выдадим всем одежду, предметы быта и электропичку. С миграционной службой поможем. Прекрасно. Ну, офигеть же. Вот, собственно говоря, это такой был у нас постскрипт.